МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автономия яшэнерна финансыярдымы вериличек нашинадылар баканны комитетинда хэмхалкто плушинда. Гювенник насаатый чок майдан кюнда гечте. Он дабил едель де баш проблемалар англарынан кюнешэнер и каршигелерлар. Гагаузя халкто плушинодру жинда бакалды бир сыраю немли сорож. Ангы бакашлары, а чекладылар канонку ружлары, юрэнди бизим корреспондентамас. Гагаузя халкто плушу и кинджи окумакта дава ичин хэм дава системасын реформасы ичин канонпроектлерне кэнди дейшэльмеклерне текле фетти. Он нарадчиклады депутат Александр Дюльгер. Саераса анибу канонпроекте гагаузерин хакларны бозэр бестекле федерис ниджаварды бракма. Бесистериски бездя апелляция палаты сыкалсан, комрат даваасы хэм офислар чадырда хэм валканештэ. Халк топлушу истер, ки Молдовынын куветлэры гагаузерин бакышны ясаба алсын нар. Депутат Пётр Фазлы президентя данышты. Валканешкасабасынын насааты истер, ки касабада даваа калсын. Этулиянын яшээн нарэда бусэй данышмэя ачыкладылар. Валканеш долайын, башка кюэлэрин яшээн нарэда хэп буну истерлер. Сөледіляр депутатлар. Данный законопроект против несения изменений в законосудоустройстве и реорганизации судебных... Канон проектины янгасыны теклиф едер Молдовынын куветлэры. Гитирэцэк она, а не комратта апелляция палатасы олмайцэк. Онун ерэне олэцэк филиал. Бу филиал комратта булнэцэк. Хэп бэля чадырда хэм валканештэ. Диэль даваааар, ама офислар олэцэклэр. Кэндэлэры даваааар, хэп бэля каулкасабасында булнэджэклэр. Өнчэ парламентин депутаты Игэр Кирияк гэрэты каналыны эфирында сөледі ане икэнчэй окумакта бу канон проекти бакыларкана ясэбаалнэджэклэр хэпсэ бакышлар. Бу сээда гэгэузерин бакышыда. Хэчу сказать, что в некоторых судах, таких как суды комраттэ... Истээрэм ургуламаа ане комрат даваасында ангысынэнвар офислары чадырда хэм валканештэ пэказ кишэйшэйэр. Бір даваачыдан, üç даваачыядан. Бутакым, бу курумнары тутмак ичэн пэк чок пара дэвлэт бюджетэнэн харчанэр. Апэрилэйн 12-ээнды а Молдова Дэвлэтэн парламентэй кэнчэй окумакта абакты канон проекти�ээрэенэйй ангалыры bağалы даваасысытэмацынэн хэм онун реформасынэн. По дэчэльмэклярын автарлары тэклифэдэрлар даваасыстэмацыны хэм апэляцэя инстанцыээларын ичэны дээичтирмэ. Он нырн бакыш на геря, бу реформа, бу курум нырн ищен и так, а летели я по джек. Гагаузия ешэйннарны дейстіклемяк баканны комитетин карарна гёря, башладылар каблэтмя данышмаклары Русия бангында саи ачмасы ичин. Аннатта гагаузия дышищлэр бакан ярдымчысы Юрий Кузнецов. Для того, чтобы открыть банковскую карту, наглядно показываю, есть два документа, которые предоставлены. Ачмадийны банк саисыны и кютюрлю документ долдурма лязым. Беринкесе саи ачмак данышмасы, икэнкесе инсанын кайылы кио нын информациясыны кулансынар. Ярдым пенсиада болунан инсанлара верлецек. Онларын саисы гагаузияда 20 бина якын. Данышмаклан биле, инсан сыныр паспорту, хим пенсия, киминейн копияларына версин лязым. Конечно, мы прекрасно понимаем, что сегодня не все пенсионеры, не все люди обладают загранпаспортами по разным причинам. Эльбекки биз билирис, а не пенсиада болунан инсанларын чойында сыныр паспорта ёк. Истерим сөлеме, а не бизишлэрис онунан, а не инсан Молдова Девлеті паспортунан да буй ищи япсыня кшысын. Илк адымда ёнемне, а не хепсі куралар бакылсынар. Но первый этап, который мы запускаем, конечно, очень важно, чтобы он соответствовал всем правилам и нормам. Баканы комитеты ярдым ичин данышты премарлара, хим халк топушына. Это добровольное решение каждого пенсионера. Хер бэр пенсионер кэнзи карар верер. Кимсей беріне персонал информацией вермедейне зорламайчик. Хепсі документлер премарияларда бұлнырлар, депутатларда да информация бар. Варниче баканы комитетіне, халк топушына, хим долай администрацияларына данышма. Бүнкікінде Молдова Девлетінде Русияның мир-юйдек карталарыны куланма ёк неча. Молдова Девлеті Миллент Бангы ачықлады бұ дұруму. Хер бэр юридик беріме ангысы Молдова Девлетінің юридек системасыны куланма істер, лазым Молдова Девлетінің Миллі Бангына авторизация ічін данышсынлар. Бүнкікінде Молдова Девлеті Миллі Бангы бөлі данышмак кабілетмеді. Сөленілер Радио Европа Либера куруманадейні официал чуабында. Юрий Кузнецов аннатты несу якшыцек, чыкарма бұ паралары картлардан. Бүнкікінде Мир банкларының картларына Молдова банкоматларында куланма ёкніже. Вар біркач вариант несу чыкарма бұ парайы. Инсан якшыр банк еклентісіні онлайн кулансын, якшыр Приднестровияда да парайы чыкарма. Савашырыс аннашма, киякышсын бұ паралары Молдова сайларына гечірмі. Работают, выдведутся по поводу того, чтобы можно было делать перечисление, в том числе и на свои молдавские счета. Картлардан паралары якшычиклар чыкарсынар, пенсионерлерін Русіяда яшыян сенселліре. Дмитрий Константиновнышына да ане корк ма ёкніден, чүнкі персонал інформація саді Русія банкіннан куланалачек. Сайлара ікі шарбінлей лязым гельсін. Бұ діл саді бір сайлық ярдым, ама хер айлық. Біраздан сора, веріцейсь кулайлық, девлітчалшанларына да данышмаклары япмам. Хедерліз айын берінден картлар, верілецеклар онлара кімеці тірецек, епсі документлэрі долдурмам. Хто сейчас вперві сдадут, і у всіх будуть, скажем, заграничні паспорта, это обязательні условия банка. Значы, у кого будуть все паспорта, і с 1 мая все получат карточки, і у всіх будуть приложений в телефоне, будуть указаны, ваше деньги, есі не успеете в этом місяці, она будуть накапливаться в банке, вы можете проследить, ваше деньги будуть на счету. Сөленірані бұя ардымы, якшы джеклар кабліцінер Гагаузия да ішлиян юридичлер, хім медицина узманна рыдам. Мария Статова, Алена Терзі, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, Гараты Хаберлер. Конгазда пресса-конференциясын сресіндзя у шак парку дүзілмей сейчін лавгитті. Он да пайалды Гагаузия башканы Евгений Агуцу, халк топлышун башы Дмитрий Константинов, хім ерлі кувейт в темсаджинері. Та адеринден сөжетімізді. Конгаз көйінде гічен пресса-конференциясы сүресінде Гагаузия башканы Евгений Агуцу, нышаннадані парк Конгазда, чекіцек діл саде девлетін үйлен тарафындан яшайынлары, ама біттің девлеттен. Данны проект осуществляється из вне бюджетнуде. Атракционнар, каруселлер, парасыз олачыклар, о критиклер, аңғылары бір иіла якын, сұрардылар нереде о Гузлэнд, шінінде аннаецеклар, ані біз лафлары лізгері атмайырыз. Нейі ададық, епсіні герчеклееріз. Гагаузия башканы, шічас паймады, шічас паймады, шінаша команда слава на ветер не брасані. Мы то, что обещали, мы все реализуем. Гагаузиян халтоплышун башы Дмитрий Константинов очклады, проектең юзеліклер нехемнышаннады. Ані парк веріцек кулайлык, ені ішірлеріне очмам. Здесь с открытием данного парка, сразу откроются рабочие места, вы знаете. Как минимум 100 человек будут работать, как торговле. Паркын очылмасынан і ішірлері да очылыцеклар. Ені ададың 100 кище ішлеецек. Кімелері алыш веріщі, кімелері транспорті. Онар біре-біріне бағлі олачеклар. Йоберіре піченіе япып сатачеклар. 100 іші ере, 100 айла. Бірада яшайецек, біре рі гитмеден. Хіпсі сөлер, ані іші ерлеріне япмае лазым. Біса япыырз, онлар халізден. Хіпсі сөріне, щоб ми не уйжали отсюда. Але тільки кажа. А вот це якраз практичі і діла делаються. Конгаз примарі щікірі, ціані паркын дізілмесі ічін Конгаз айрылды. По-любому буват і для економіки серйозна подспорі, да і прістиж Конгаза буват намного віше. Он і так находиться в тікому. Экономіка тарафында ійбір проєкт, хім Конгазын ійміджіні ді калдырацек. Булу неру пік сіля ерді. Дінленмек еріне дійну бі пек ійбір ер. Бу микрорайон халклар арасы траса бойында. Ёлчадыра, хімкантиміра вар, пек уйгун хіпсіне олачек. Где-то должен отдохнути, поэтому іменно і то, що в этом микрорайоні, отрадна, тут рядом є міжнародна траса, є дорога Чадарлунга-Кантимергі, є кишні у джорджілесті, якраз очим удобно бува для всіх. Конгаз кіюні ешінарін шанадлара не, проєкті вінімні інсанларын дінленмесіне дейне. Хепсіні калді настрайнісі, а не барда олачек, нерде ушакла ойнасіна, нелензана атласіна, а краткі Odинухор варіна калкакакар, інтернатті, гарнич бих 거죠, дінеї гарнич бихають це доз bassа олачек, Wooldе бихаєш. Оlli здійне такі ол gүмін, Продолжение следует. Парк открылся Киризайн первой планеты. Бурада хербер ушак парасыз динненеблечек. Говенник на сааты Чокмайдан кюнь да гечте. Он да белидельды баш проблемалар, англарынын кюнь ешенар и каршы гелерлар. Бунунычин хабриляди Чокмайдан кюнь премары Олег Констандогла. В этом квартале было два ключевых вопроса. Буквартал да варды и ки баш сорош генчлэрин кануна каршы гетмелерей хем кануна каршы фиданарин кесмесе. Булы ларии сельтмядене генчлэрлэн акцив булушэрске он нар кануна рия саба алсынар хем чалышаджес он нарын диннен мяква кэды таэй гечсэн. Устраивать досуг для молодежи, открывать спортивные, культурные какие-то кружки. Кумырат инспекторатын джумня гувенний бюлюмин башы Пётр Крэстёгла хабрилядяй не боялся, як ойлдуолая чан берушак явдян гитты. Бую зря полиция ушак ларлэн булушаджек. В рамках заседания были затронуты эти проблемы и искали способы разрешения. В рамках заседания были затронуты эти проблемы и искали способы разрешения, как ойлдуолая чан берушак ларлэн булушма. Без им автобусты гелецэз, хем бюля олэллары гечэлецэз. Урэтьмяк курумун директоруна да даныштых кибу олэллара юрэнчлэр акцив каталсынар. Влэч дитей так же в этом мероприятии, чтобы они так же подготовили какие-либо сценки, чтобы детям было интересно. Гювенник на саатында лавгиты кануна каршивы даннырын кесмеси ичинда. Бу проблема Молдовунын чую ешэма керлерейчэн актуалнышынады кю премары Олег Констандоглам. Бюнгюгюня электроэнергия, хемгаз, ресурсларына паалар пекбюг. Гелян илэна хазырлэнэджэз, кинсэнэра, бутаравтан ярдымэтмя, бэллэйдэджэз. Некадар яка чак лязым хазырлэма, кинсэнэра датма. Изучить наши лесные угоди, которые уже не выполняют свои функции, провести рубку и раздать населению. Чокмайдан кюйн премары Олег Констандоглы даннышты яшэнра кюонар фиданары дааларда кесмесинар. Буканануна каршу олаэчэн инсэнар 2,5-5 бэллэй цэза варэнджэ каблэцинар. Экономик агентлер исэ каблэцэкляр цэза 15 бэллэйдэн 25 бэллэякадар. Джымнягу виние не чокмайдан кюйнда контролей дэрлар полиция чалышанары. Шиндёнар мотоцикл операциясы нэнсюрэсэнда бэллэй дэрлар. Исэ бааллэрлармы мотоцикларын хэмопедларын чорбэджалары ёлкораларыны. С приближением тёплого сезона на дорогах начинаят появляцца любителэй мототранспортной техники. Сыжак хава гэлдэйнэн инсэнарта, сык мотоциклларда, хэмопедларда баашылар гэзинмя. Гөреріс, ани дейл хепсиндэ вар лязгымы документлэр. Булышэнсэнсэн нэрлэнкі он ныраанатма, ки бэллэйлэйлар олмасынар. Проводим информационные кампании. Встречаемся с учащимися в школах, беседуем с родителями тут, с населением местным, для того, чтобы предотвратить подобные факты. Периодически у всех поселённых пунктов Гагаузии проводятся советы безопасности. Что собой представляет Совет Безопасности, какие цели он ставит, также какие проблемы выявляет и какие пути их решения предлагает, об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии с гостями. Начальником отдела общественной безопасности инспектора полиции Камрад Петром Крестёглом и начальником сектора полиции номер 3 Силачок Майдан инспектората полиции Камрад Степаном Стойновым. Пётр Петрович, первый вопрос будет вам. Что собой представляет Совет Безопасности? Потому что звучит довольно достойно. Вот что ставит перед собой Совет Безопасности и что собой представляет? Добрый день. На сегодняшний день у нас по Камрадскому инспекторату действует компания «Концепция по коммунитарной деятельности», куда входит также совет для создания Советов общественных безопасностей, который на данный момент в каждом населенном пункте Камрадского района созданы сегодня 13 Советов безопасности. В данный Совет безопасности входит о том, что необходимо выявлять проблему, с которой сталкиваются в большей степени граждане, и потом пути разрешения данной проблемы. По выявлению проблемы проводим опрос среди граждан, куда входит в меньшей степени 10% именно граждан. По итогам этого опроса проводится анализ и изучаем, какая проблема и с какой проблемой именно в большей степени сталкивается население. Далее проводим свой аналитический рапорт именно от обращений граждан инспектората полиции, если это что-то связано с полицией. Исходя из этого всего, из запроса, из рапорта подготавливаем уже на Совет безопасности. Совет безопасности входит как председателем Совета является примар населенного пункта, куда входят все деконцентрированные службы. Может быть и экология, директоры садиков, школ, те лица, которые могут повлиять на разрешение этой проблемы. По итогам этого опроса мы предоставляем на Совет безопасности, где каждый высказывает свое видение для разрешения этой проблемы. В каком виде проводится опрос среди населевых? У нас есть опросники, но в данных опросах мы не указываем, какой проблемой. Опросник, там указывается только населенный пункт, мужик, женщина, возраст, чтобы это все было описано. И уже указан вопрос, с какими проблемами сталкиваются именно население. Они сами описывают, какая проблема. То есть сотрудник полиции ходит выборочно из дома? Сотрудник полиции на сегодняшний день проводится встречи с населением. Это у нас ежемесячно проводится инспектор этого населенного пункта, участковый инспектор. Он проводит встречи с населением, где в рамках данной встречи также раздаются эти опросники и заполняются гражданами. Также у нас поступают люди, которые обращаются с заявлением, тоже подходят инспекторат полиции, тоже предоставляются опросники и заполняют. Заходим все в школьные заведения, предоставляют директора опросика, она раздает уже среди педагогического коллектива, они заполняют опросики. Есть фермерские, христианско-фермерские хозяйства, то его руководители, мы уже те работники, которые работают, они также раздают им и заполняют опросы. По окончанию заполнения опросника мы собираем общие и делаем анализы. Я сказала вначале, что периодически все населены пункты ГАГОЗИ, и очень хотелось бы, чтобы вы нам такую небольшую картину представили по автономии. Какие основные проблемы выявляются? Какие проблемы самые частые при выявлении? Проблема, если брать по Камрадскому району, больше всего мы сталкивались с таким проблемой, как бродячие собаки. Первоначально, когда мы начинали еще в 2017 году, по муниципе Камрад была проблема такая, как кража в общественных местах. И народ, именно людей беспокоил эту проблему. Где, благодаря нынешнему примару, который сегодня, Сергею Ильичу Анастасов, были выделены финансовые средства через инвесторов и были установлены камеры. Это помогло снизить? Вы сказали, что в 2017 году эта проблема была выявлена и наиболее часто встречалась. Сейчас, если сравнить за эти годы, снизилась статистика? Да, сейчас я разъясню дальше, как она идет. Первоначально, когда мы подготавливаем это все на Совет Безопасности, он имеет четыре этапа. Это мы собираем информацию, предоставляем, потом разрешаем, и по окончанию у нас идет оценка, помогло ли оно разрешить эту проблему. Вот все наши мероприятия, которые были проведены, по окончанию делаем оценку. Повлияло ли как-то оно на разрешение проблем? Люди уже не сталкиваются, нет? Ну, скажу, на сегодняшний день по Камраду ситуация изменилась, да, в сравнении с другими годами. По Камраду спокойно уже все подруги. Дальше, это может быть разные проблемы. Какая проблема поступает, уже ищем, как разрешить ее, выходим к определенной деконструированной службе, которая нам оказывает помощь, и эта проблема разрешается. Поняла. Это не в общем, брать или кражу, или еще что-то, это может быть элементарно, бывает. Но есть очень много проблем, которые на самом деле зависят не только от полиции, а от других структур, которые должны и финансы свои вложить, конечно же, и решить. В большей степени у нас мы пытаемся, чтобы минимально вкладывались финансовые средства, потому что если сегодня любая организация заслышит вкладывание финансовых средств, у них нет у нас денег, и запланированы вот это все проблемы. Вы чувствуете, что очень многое зависит от финансирования и очень много... Согласен. Мы на сегодняшний день можем эти проблемы решать не только через финансирование. Я всегда обращался даже на советах безопасности. Если бывают определенные правонарушения в конкретном районе, мы выходя туда, мы изучаем, может, там освещение слабое. Уже уходим на примарию, у них на сегодняшний день, может, там лампочка какая-то сгорела. Уходим на примарию, примария уже или устанавливает дополнительное освещение, либо заменяет, что не работает. То есть вы имеете в виду связующего звено между жителями и местными органами власти. Из этой каждой проблемы, она изучается. И уже дальше пути разрешения проблем становятся. Степан Петрович, совсем недавно прошел Совет безопасности в селе Чокмайдан. Как прошло заседание? Какие проблемы были выявлены? Что показал опрос населения у вас, который проводится в преддверии Совета безопасности? Добрый день. Да, действительно, мы провели 7 недавно буквально на днях Совет, заседание Совет общественной безопасности, и где было акцентировано внимание на два вопроса. Первый вопрос – это проблематика предупреждения о совершении правонарушений среди несовершеннолетних. И второй вопрос относился к пресечению случаев фактов незаконной вырубки леса. Что касается первого вопроса, по проблематике несовершеннолетних, значит, были доведены цифры, обстоятельства, при которых совершалось правонарушение. Речь идет об одном из казусе управления транспортным средством без обладания водительского удостоверения, то есть право на управление, и второй факт был связан с тем, что подросток ушел из дома. Касательно первого случая, совету было доведено, что был составлен протокол о правонарушении, лицо было привлечено к ответственности, далее уже в частном порядке проводилась беседа с родителем подростка, а параллельно с этим, пока проводим встречи, информационные кампании, население доводится до сведения. Вся информация касательно того, как надо управлять транспортным средством, при каких условиях и какие требования должны соблюдаться водителями транспортных средств. Что касается второго вопроса, связанного с уходом из дому, тоже мы анализировали эту проблему, положение самой семьи. Как оказалось, там подросток уже находился на стадии 17-летнего возраста, в семье как таковой проблемы с родителем нет, воспитывается в нормальной среде, подросток, надлежащий нравственно воспитывал, но тем не менее сыграл фактор того, что молодой человек решил показать свое родное село, и подросток уехал в соседний населенный пункт. А скажи здесь, Светлана Петровича, вот в таких случаях, когда, ну бывают такие случаи, что подростки становятся взрослыми, наверное, хотят показать, что они немного самостоятельные, и вот вы проводите беседу с родителями, чтобы сказать, какие основные принципы они должны знать, может быть, если вдруг вот, ну, есть уже ситуация, когда подросток себя так ведет. Вот что должен знать родитель? Мы всегда акцентируем внимание, как правило, выходим от наибольшего к наименщему, то есть, что можно ожидать более неприятных инцидентов, и всегда информируем, с какими правонарушениями, преступлениями сталкиваемся, при каких обстоятельствах подросток может стать жертвой преступления, жертвой правонарушения. Все мы следим за информацией, за новостями, видим, что у нас, какие факты регистрируются, и для того, чтобы родители в первую очередь были проинформированы, и, скажем так, мы должны идти на 10 шагов вперед, и если это не делать, то потом приходится очень много, скажем так, тратить ресурсов государственных, физических, для того, чтобы выявить. На какие самые основные моменты вы делаете акцент при беседе? В первую очередь изучаем, скажем, подросток, как он проводит свое время. Если это учащийся, значит, как он себя, скажем, поведение в школе, послешкольный доступ, как он проводит, посещает ли кружки какие-то художественные, спортивные, и стараемся акцентировать внимание для того, чтобы вовлекать молодежь в посещение, чтобы они в большей степени были охвачены вниманием, если не со стороны родителя, то обязательно со стороны педагога, преподавателя, тренера, и так далее, для того, чтобы меньше всего он оставался без внимания. Петр Петрович, вот в этой связи я знаю, что полиция планирует встречаться с молодыми людьми, с подростками для того, чтобы им также объяснить основные правила, чтобы уберечь себя от любого рода негативных ситуаций. Что вы планируете в этом направлении? На сегодняшний день, исходя из Совета безопасности, я тоже был на данном совете без опасности, было запланировано, у нас как прошла проблема, там о том, что уход из дома. На сегодняшний день у нас будет проводиться информационная кампания в учебном заведении, где будет показано определенные ролики для детей, с целью довести до них о том, что уход из дома – это плохо, и какие потом последствия могут быть. Будет именно такой ролик. Дальше говорили с премьерем села Чукмайдан, то, что у нас на носу сегодня есть каникулы. Через месяц дети выйдут на каникулы. Для того, чтобы мы сегодня могли вовлекать эту молодежь куда-либо, было предложено, для того, чтобы организовывались какие-либо спортивные мероприятия в данном населенном поле, велопробег, либо разное можно обернуть, для того, чтобы вовлекать эту молодежь, чтобы они участвовали в этих акциях. И в последующем один диплом, грамоту, когда данному ученику даешь, он выйдет из горбы. Это же стимулирует. Да, стимулирует. Это стимулирует для того, чтобы остальные его же одноклассники либо в школе с кем, чтобы они тоже стремились к чему-то. Петр Петрович, уверена, что такие мероприятия вы проводите в других населенных функциях, то есть не только в селе Чукмайдан. Как проходят такие беседы с молодежью? Как воспринимает молодежь? Готовы ли она все эти инициативы реализовать? На сегодняшний день молодежь у нас именно по Камрадскому району будут говорить, я думаю, что в Гагаузе она здесь. Молодежь у нас сегодня именно впитывает все, что мы им предоставляем. Потому что молодежь, она, наша нынешняя молодежь, она привыкла все убрать с интернета. Но когда на живой человек приходит, они, да, они активны очень, они задают много вопросов, они пытаются узнать больше. Может, в некоторой степени, в самом сотруднике полиции, которая проводит, где-то что-то забыл, они наталкивают, сотрудник полиции доводит до их сведения, какие могут быть последствия, чем это заканчивается. Это все в рамках беседы. Мы проводим лекции, но она идет в рамках ипсиады. А вы отсюда сведения. Если замечали, в прошлые годы у нас у муниципи Каватой был так ранее начальником сектора. Мы регулярно проводили всякие мероприятия. А вот статистика среди молодежи, что говорит нам, снижается, растет числые? У нас пока идет снижение. Снижение. По сравнению с аналогичными периодами за прошлые годы, мы идем не снижение. Это радует, это радует. И я всегда говорил, это благодаря моим же коллегам, которые проводят определенные мероприятия, благодаря другим службам, которые пытаются. Потому что я всегда говорил, на сегодняшний день мы находились на определенных должностях. Мы сегодня должны воспитывать эту молодежь, вот это поколение молодых, чтобы завтра они нас могли где-либо... И чтобы они были немножко активнее, не только с гаджетами, но и в учебе, и в отдыхе. На сегодняшний день я также поднимал и в Чакмадане этот вопрос, о том, что нам надо уже молодежь вытаскивать с комнат, для того, чтобы они сегодня привыкли только в гаджетах, в телефонах, игре, больше ничего. Нам надо их сегодня вытаскивать. Ранее можно было обязывать, но на сегодняшний день мы просим, чтобы они ходили на разные кружки, чтобы открывались в населенных пунктах всякие кружки, для того, чтобы вовлекать эту молодежь в эти кружки, чтобы они общались. Потому что сегодня... Это прекрасно, эта инициатива прекрасна. Степан Петрович, очень важна в этой работе помощь родителей, потому что Петрович сказал, что полиция, сотрудники полиции всегда выходит с таким инициативой, молодежь активна. Но очень важно, чтобы родители тоже не были в стороне от этого процесса, чтобы они понимали, что очень много делается для детей сегодня, чтобы они просто помогали, поддерживали. Вот в этом направлении, каковы сегодня родители, вы вовлекаете и родителей тоже? Как это происходит? Как происходит? Значит, если мы говорим сегодня о работе, деятельности и среде общественной безопасности, как было отмечено моим коллегой, представляет совет кто? Люди, которые те же самые родители, люди, руководители, подчинение у которых тоже немало людей. У всех у них свои родственники, у всех у них свои знакомые. И в основном акцент на информировании. Почему? Потому как многие родители, знаете, как озабочены работой. Меньше всего где-то кто-то может проявлять внимание своему учащемуся и где-то через своих коллег он узнает о проблематике. Мы стараемся афишировать те проблемы, которые у нас есть, для того, чтобы, скажем, каждый родитель знал, при каких обстоятельствах ребенок сегодня может стать жертвой преступления, при каких обстоятельствах ребенок может стать правонарушителем либо тем же преступником. Мы доводим до сведения требования закона касательно наступления ответственности лица. В случае, рассматриваем на совете, были доведены, скажем, нормы кодекса правонарушения, при которых ответственность лица начиналась с 16 лет. Есть несколько видов отдельных правонарушений, где ответственность несовершеннолетнего лица наступает с 16 лет. И конкретно конкретизировали, какой вид правонарушения. Допустим, распространенное, что у нас есть подростки на улицах ругаются, да, нецензурные брани. За что в данном случае, что влечет указанные обстоятельства? Привлечение лица к ответственности. Дальше механизм идет, если, скажем, рассматривать через призму 63-й кодекса правонарушений, то есть привлекается родитель за ненадлежащий угод и воспитание своего ребенка. Да? И есть... Этими расслабляют быть более бдительными. Совершенно верно. Мы подтягиваем ответственность, родительскую ответственность. Она у нас установлена и семейным кодексом. Поэтому я акцентирую всегда внимание на информационную кампанию. Для того, как у нас незнание закона не освобождает от ответственности. Совершенно верно. Сейчас именно родители должны уже понимать, что им надо будет быть особенно бдительными. Вот и касаясь того, что Вы сказали ранее, случаи, когда несовершеннолетний управлял транспортным средством, без надлежащих документов. Также мы знаем, что сейчас проводятся операции мотоциклов. Почему говорю об этом? Потому что сейчас в летнее время очень много молодежи мы видим на мотоциклах, на мопедах. Вот в этом направлении что сейчас мы можем начинать? Знаете, действительно, мы же анализируем, что у нас на дорогах эти мотоциклы сегодня, извиняюсь, приобретают не за большие деньги, да? И, скажем, они сегодня доступны. Доступны для подростка. Кто-то где-то накопил каких-то денег. Родители на этот предмет особого внимания не обращают. Но когда происходят дорожные транспортные происшествия с участием несовершеннолетнего, вот тогда больно. Больно всем. В отношении нас проводят отдельные мероприятия на предмет. направляли мы проверку, проверяли эту семью или нет. Поэтому, даже находясь на обслужбанных наших территориях, мы стараемся, скажем так, инспектировать, где какой транспорт есть, проводить беседу с владельцем транспорта, с родителем, если объяснять требования закона, при каких обстоятельствах может управляться данным транспортным средством. Все это влияет на то, чтобы предотвратить совершение правонарушения. На сегодняшний день в рамках данной кампании по спецоперации «Нотоцикл» проводятся встречи с населением, где уже родители участвуют. Доводятся другие сведения по факту того, что сегодня лица, не достигшие 14-16 лет, в зависимости от того, не имеют права управления транспортом, доводятся до сведения о том, что какие последствия, то, что детям покупается вот этот мотоцикл, какие последствия о том, что может ребенок остаться инвалидом, потому что на сегодняшний день 0,0 ребенок, и он не может оценить ситуацию на дороге. И это приводит к дорожным транспортным происшествиям. Также, когда были в примарии, тоже акцентировали внимание, если кто-то из жителей знает о том, что какой-либо несовершеннолетний управляет транспортным средством, чтобы доводили до сведения сотрудника полиции, чтобы они могли выйти домой, провести профилактические мероприятия, довести до сведения родителей, что это нехорошо, чтобы он исключал вот эти моменты, чтобы его сын управлял данным транспортным средством, чтобы не случилось завтра, когда мы сегодня должны провести профилактические мероприятия в целях безопасности самих этих же детей. Вот на этих словах я хотела бы, конечно, завершить нашу беседу, потому что это самое важное, что сегодня должны знать и взрослые, и дети. И поэтому благодарю вас за участие в нашей программе, что вы сегодня пришли, обратились в преддверии летнего отдыха детей. И мы это сделали, чтобы родители уже сейчас могли задуматься о том, что необходимо безопасить детей от всевозможных случаев. Я благодарю за участие в программе. Сегодня в нашей программе принимали участие начальник отдела общественной безопасности, инспектората полиции комрад Пётр Крестёгла, и начальник сектора полиции номер 3, села Чакмайдан, инспектората полиции комрад Степан Стойнов. Вам успехов в работе. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Полис узманары мотоциклакаларин документlerini да контроль edeцеклер. Хемче за буйщичин верецеклер. О, инсанар, ангылары, лязымны документверсизм мотоциклары, хемопедлеры kullanırlar, яда ищикли халда. Бөле олайлар belli олдойнан арац маасус еле чекилер, да онун сабисиня сорумнук ачилер. Канона карши гитметлер. Кодексіна горе, еринсанда, лязымны категория мотоцикла куланмасы ичин, бу iş ичин 900-ден 1500 лияден чезаверилер. Ичкілі халда мотоциклая, яда мопеді куланмасы ичин, чезаваринчи курсун 17,5 бінлейден, 25 бінлейден. Бундан каре, инсандан варнеце, арац куланмасы ириналдан алынсын. Мария Статова, Алена Терзи, Александр Глека, Ферина Рюзінец, Гритіхаберлер. Йлдізлар ойон колективе yeni геймлери каблетти. Онлары ойнчулара Культура Баканны верди. Та геніштен Алена Терзи аннадар. Илдізлар ойон колективин, ойннары Гагауз халқының культурасыны гөстерлерлер. Онлар пайалырлар түрлі девлет хім халқлар арасы фестиваллерінде. Ойннар таринкли хімшыралы олсунар дейіне Гагаузя Культура Баканны yeni геймлери онлара верди. Бу yeni геймлери пек севділар ойнчылар. Пек гүзел, пек бендім иене геймлеріміз пейдаланды. Гурурым, геймлер пек гүзел, рентлер пек шыралы. А цвет тебе понравился голубой и синий? Да, очень красивый цвета. Бен бүн көбліктім, иене кастюм пек бендім. Пек бендім жилеткой. Саунуз кем япты бұ кастюм нарыны. Илдізларын хер бір гейме Гагауз культурасының адетча орнаментлеріні гөстерер. Кору юб Гагаузларын рухуну хем тербі едіп, ушакларда севгейі ойуна. Нышаннырлар ушакларын аналары. Мы очень гордимся этим, потому что... Бұрурус бұнуннан, чүнкі бұрада bizim адетлеріміз англарыны без корума, савашырыз хем, англары ил-илдан йоқ оларлар. Щүкер едерім, хер біріні кім пай алды бұ геймлерін дікмесінде. Костюмы на самом деле очень красивые, интересные, колоритные, яркие. Пек гюзел геймлер, мераклы, рынкли, шыралы. Сценада ушакларымыз халіс-йылдыс гіпі парладыцяклар. Ушаклар бұйерлер, хем геймлер пек лазымны еділар бізе. Саулсынна раны верділяр бізе бу геймлере. Мы делали на протяжении пяти лет и они нам достались по наследству от предыдущих поколений. Очень здорово, что у нас есть возможности. Бекисля, а не бизим, вар колаимыз культура орунда иллерлеме. Шукередерис хер берине, кембу геймлерин курилмасында занатланды. Геймлерин дизайн-ны Гагаузия Культура Баканны, хем коллективин юндорчиси Михаил Савастин işлеттилер. У них финансово, культура Баканны'н махус фондондан gerçekленно. Нашанады Культура Баканны Марина Симеонова. Гагаузия Культура Баканны, геймлерин курилмасында. 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 Айырды орнаменты, бенізлеры, гагауз халкына уйсун. Цветовая гамма, она аутентична гагаузскому народу. Бір 10-йыл геері, Михал Тодович Савастин. Язык, о бюйній окінча севинсин бізімлен біля, ама умудун вар, а не севинер. Умудун вар, кі неч білер мані, бю кастюнлар біз чекетіп, онландік ме. О, планна ді буй іші, о гіті, терзі кала, онланд чалышты. Ама олі олду, ані бюйні, олсіз бю, геймлері, вереріз ұшақлара. Геймлер там гагауз милі геймлери гіпі япылы, елбетке сцене гөрі біз онлары біраз тар енкілі жа яптық. Ама гене да гагауз милі геймлери, онлар күллі ренклерді, саде онларын біраз зейді жа, онлара орнамент көйдік, нечіне не олсун, сценадан гөрінсін, не гөзәл гагаузларын вар кенді милі геймлере. Йені геймлер хава ензілендірецеклер, ушаклары yeni, куветлен, хем мераклі кланстына ечыкма, нишынады коллективин бүйін күй хариографы Сергей Боев. Геймлер херзаман лазым, омбір чіфт гейм япылды. Кушаклар, донлар, гөлмекеклер, жилеткалар, хем юпкачиклар. Коллективин материал варлі, иеніленмесі, чізгілер гагаузларын культура юнеміні, хем оның херзаман күй ілерлемесіне дейстік олыр. Аліна Терзі Владислав Кысамария Казаку, ғараты хаберлер. Күмрат касабасында Гаврил Гайдаржы адына лицейінде геечті юртулу олай ангысы адалы анаделіміз гүніне. О априлін 27-сінден үшіннен үргі Гаузияда ұшаклар анылмыш шайырларын пиетлеріні оқудылар севдат темасына. Бұну ачықладығы Гаузия Белім Арастырмак Меркезін башы Ирине Константинова. Пекудулым, сізіне біляблі олымақ бүгізал бір юртуда. Арангысы адалы анаделіміз деп. И CEOs шукретм. Бүгіз Ei Asағ Boуыға, Окіңы учықатыған сегід Сепді Хе біляблі оллу күм Mmгген Бұми жаға еруді олымақ бүгізелі иуламам анылhat сегід. Арангысы адалы анаделііңіз бің іл喱ү дііriendе, Мы живем, мы знаем, мы живем, мы знаем, мы живем, мы живем, мы любим, мы любим. Я хочу, чтобы все эти хорошие чувства, все позитивные, все хорошие. Никто не отчасти, ни садьбеда, ни сайгы. Ушаклар 3-й класса, 11-й класса, которые учатся. Они рассказывали, что они читали, что они читали. Мы читали только в университете, только в университете. Они очень хорошо читали, патриотик-турки, мы читали все, что мы читали. Мы читали все, что они читали. Ушакар, аннатолар, кэнди дуйгуларына, ичиндэн анегелер севдайчин. Біз аннатолик чок түрлі севдайчин. Анай, бабай, адаватана, генчелерин арасында да, Аллаха да севдайчин аннатолик. Ем аннатолик чок авторларын яратмаларына, диджес поэтларын, гагаус поэтларын да яратмаларына, үйренчелерин да яратмаларына, хемдэ севели экономаунда шиеріні севдайчин ангысын адыннан бағлы бізім бұйыл. Лязым тербе етмі ұшакларымызда севдай кэнди анаделімізді. Зеречім, нинжа аны, нинжа топра айырмайыз біз дуду иканы, өлія да делімізі біз айырмайыз. Бізді дүшміш ой, біз оны лязым севелім, біз бұрычымыз оны севмай. Зеречім, о бізім діліміз. О, бізді та яқын діл екінчі ұлсын, ғығыз ділді. Ушакларды шынадылар, ані кэнди анаделіне чөк северлер, хем хер заман чалышырлар, онда лафетмеа ке ойлерлесін. Бенім ана ділім, о, ғығыз ділі. Бен дудум ғығыз ділі, хем де, бен та күчіктен ішідерім, нинжа лафетерлер ғығыз, хем де та күчіктен білерім бұ ділі. Бен сәнерім, біз лязым ілірлі ділім бұ ділі, біз ілірлі ділім бұ ділі, бізім халқымыз кай білядзек. Біз генч оланар, хем де біз бұ ділі ділі лафетмеа, йог башқа інсанар, анғы санар лафетчіклер, хем де ілірлі ділі ділі. Ділі азымутан ма бұ ділі, бізім ана діліміз. Бен сәнерім, ані лязым лафетелім, гығыз че лязым лафетелім ана діліміз, ке да ділізім үй үрі ділім, үй үй әлі біз күрілді, біз білсім ю жі. Біян сәнерім, әне бі Сәнерім, біrum әлім әлі діліміз, біз үйді рістай кәсі кізі күрілімден, Ана дам баба дам, біз иіранері 있습니다. Гаврил Гайдаржады на лицейнде, не джеда автономию нанчую уритмяк Куруннарнда, а наделемисью Ортуя, Адалу Лайлар, Чечэ, Каэн, Башла Масындан, Гечерлар. Татьяна Ставилова, Наталья Железова, Александр Глеков, Ирина Резунец, ГРТ, Хаберляр. Гекалты, ся беним, балы халты. Татьяна Ставилова, Наталья Железова, Наталья Железова, Александр Глеков, Ирина Резунец, Грт, Хаберляр. Темпо театрісу нун баши Марина Юджем. Тюркия деки Молдува бюк елчилей, бюк елчиси, сейн Дмитрий Кроятор, бю проўеў б Gesetzиде, Онін скар Юнусемры инститюсу башканліўи да бюно дестекледи. Чункі бюк глобал-лещме мевзосу вар в кючук халкар чок хазли, кендемзі, бенемзі кайбедіоруў біз. Потому что у нас, где труп ganze труппы, Time for example, и мы еще можем быть еще разные игры. Мы хотим вместе, потому что все жаль труппы грузов, чтобы они больше полагать, и что спла, так же кому-то сказать, что мы хотим понимать это. Марина Юджейчин, «Онамыли, кигагауз дили, лирдесын». Чунки о кигагаузе де Томай кюйнде додо. 20-й илл-сюресинде Тюркейде яшир, ама кенди ана дилі, ана тарапыны север. Хемистер кигагаузлар ана кигагауз дилінде алафетсиндар. Театрю ангасында ой бюйн, ойндерчи оларак чалышыр. Onun кучасы Халю Кюйце 1984-й илда Анкара касабасында ачты. О заманда актерлар, кючуклар, генцлер, бюйклар ісцин спектаклий койлер. Театрода вар чокю дюль, оберледи. О'нан геродичалік баші Халюк Йюце. Ілк олара бен тек кишілік ойнай ойнайдам. Тек башамайдам. Даа сша башка аркадашларым да катылды театруя. О арада кукла театрусу ўзерине ёксек лисанс яптам. Унверситет сонасы егитим яптам. Ве кендими даа чок гелістирдим. Ве бөлеликіне даа фарклі тарзда текниклер куланмай баќладим. Кукла текниклери куланмай баќладим. Сиридцелер екі садын ічинде спектаклий сиридцелер. Оннар ічин коркут легендалар спектаклиси Тюрк диліне гістерилді. Онда Тюрк халкларын істория сайфалара ацикланды. Айни заманда баќна сма Продолжение следует... 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 Продолжение следует...